Я являюсь представителем Алтайского государственного университета. Более 15 лет занимаюсь ботаническими исследованиями. На главной странице вы можете увидеть основные научные профили мои, всю контактную информацию, профессиональные интересы, которыми я занимаюсь. Есть интересные проекты, которые связаны, кроме биологической тематики, с научно-организационной работой, ориентированной на молодых исследователей. Вы можете посмотреть, почитать о них дополнительно на моем сайте. Но при этом я являюсь координатором от нашего университета по взаимодействию с глобальной информационной системой по биоразнообразию. Она является основным партнером по разрабатываемому курсу тематика проводимых мною исследований. Я думаю, будет понятна вам по названию статей, которые вы можете посмотреть в разделе. При этом я вхожу в научный коллектив Южно-Сибирского ботанического сада. Есть опыт также образовательной работы, взаимодействия с зарубежными университетами по организации летних полевых практик и лабораторных исследований. А сейчас я вам расскажу о той проблематике, которую мы отчасти решаем данным курсом. И при общих усилиях, при вашей включенности, я думаю, мы быстрее эту ситуацию преодолеем. Вы видите часть карты мира, на которой красными цветами обозначены и желтыми, в том числе активности научных групп и представленность тем самым живых объектов. То есть уровень изученности биологического разнообразия демонстрирует яркий красный цвет. Темно-зеленый показывает слабую включенность, их слабую представленность, точный геопривязок, сведений о живых объектах, данных о их пространственном распространении и в том числе данные о их генетических ресурсах, то есть те, которые хранятся в генбанках мировых. При том, что Россия занимает первое место по территории, ее общий вклад в биологические данные не так высок, он ничтожно мал. И в первую очередь это связано с тем, что научные исследования у нас ведутся не в рамках научной повестки. При этом научные коллективы и отдельные ученые, сами того не зная, сетевым образом, производя сбор материала в полевых условиях, выполняя работы в лабораторных, камеральных условиях с коллекциями, привносят вклад в общий проект по созданию системы наблюдения за живыми объектами на планете Земля. При этом проект рассчитан до 2045 года, и в данный момент происходит один из этапов проекта, это биоскан, когда все пространственное и генетическое разнообразие планеты Земля будет охвачено в достаточном объеме, чтобы производить некие мониторинговые работы, моделирование различных ситуаций и реконструкцию таксономических связей и связей живых объектов современных на разных континентах. Одно из направлений по развитию данного проекта называется информатика биоразнообразия и напрямую связано с различными базами данных, ресурсами, которые находятся в сети интернет. Из всего разнообразия данных ресурсов в настоящее время производится некая самосборка, в этом участвуют научные коллективы, те, которые по определенным стандартам, по определенным протоколам действий производят сбор всей информации, а ее агрегацией занимается Глобальный биоинформационный фонд. И примерно точка отсчета по этому направлению считается 2001 год, когда была опубликована статья «Тихая революция. Информатика биоразнообразия и интернет». В данном курсе мы будем говорить о программах, о уникальных IT-решениях, о серьезных агрегаторах данных, которые позволяют все уровни биоразнообразия от биосферно-организменного до молекулярно-генетического объединить и интегрировать. Но при этом нам необходимо понимать, что мы это должны производить на примере какой-то территории. И я предлагаю вам отыграть все практические задания и получить практические навыки по территории Алтайской горной страны. В чем преимущество? Так как это одна из территорий, которая входит в 200 регионов мира, где высокий уровень биоразнообразия. Но при этом, если у вас стоит задача исследования других территорий, вы, конечно же, можете сориентироваться на другую территорию, на другой таксон. Это допустимо в рамках курса. Согласно того, что Россия ратифицировала конвенцию о биологическом разнообразии, все страны должны применять общие усилия, и при этом мы должны придерживаться ряду обязательств. Мы должны выполнять это все на высоком научно-методологическом уровне. Иначе наши действия, наши результаты не будут замечены, не будут включены в общий процесс обработки и накопления информации. Мы должны ответить на вопрос «Для кого этот курс?» «Что я научусь делать?» «И где могу я применить полученные результаты?» Я как автор курса в первую очередь рекомендую его, конечно же, биологам, потому что основа – это живой объект, это объект из области зоологии, ботаники, микологии, ольгологии, так как поднимаются вопросы реконструкции таксономических связей. Многие специалисты, занимающиеся данной проблематикой, испытывают потребность в подготовке картографических материалов, так как сам GBIF и некоторые программы, о которых я буду говорить в рамках курса, позволяют готовить карты этих живых объектов. При этом другие специальности, при этом другие области знаний, как география, могут найти здесь взаимодействие через GIS-системы. Кроме этого, биологи правильно идентифицируют живые объекты, представляют эти сведения в GBIF, и географы могут этот материал использовать для того, чтобы представлять данные о биоте, изучая те или иные ландшафты, строя карты по каким-то территориям. Для математиков большой набор данных, которые сейчас в глобальном информационном фонде хранятся, также будут иметь интерес, потому что они стандартизованы, их можно задействовать в подготовке различных баз данных, в различных вопросах моделирования этих пространственных данных, дополняя некими данными о климате и прочее. И части, возможно, факультативно, некоторые модули могут быть интересны историкам, это палеонтологам, антропологам, потому что человек — это тоже живое существо, и также есть сведения о находках, и в том числе в прошлых геологических эпохах, по некоторым живым объектам. Ну и как некий наглядный демонстрационный материал для разработки цифровых средств обучения для педагогов при подготовке уроков в школе обязательно нельзя упускать категорию юных натуралистов, школьников, любителей природы. О приложении iNaturalist также будет сказано. И что же вы научитесь делать? В первую очередь вы определите свое место в исследовательском процессе всех специалистов, которые заняты живыми объектами исследований. Вы поймете место глобального информационного фонда как основного агрегатора данных о живых объектах, понятия о генбанках, о электронных базах знаний. Тем самым вы сможете собирать из открытых источников необходимый материал, правильно обрабатывать эмпирический материал, который накапливается у вас в ходе полевых исследований, также вы изучаете в коллекции. И дополнительно вы можете ориентироваться во всех каталогах, в реферативных базах, пополняя тем самым актуальные научные периодические новинки, которые выходят ежедневно. Вы поймете работу с электронными коллекциями, сможете вступать в экспертные связи и коммуницировать с различными научными группами по идентификации живых объектов, научитесь делать современные точные карты, а также дополнительно делать биологическое моделирование прогнозного местонахождения вида по имеющейся выборке с имеющимися на данный момент сведениями, а также делать прогноз на несколько десятилетий вперед о возможном местонахождении зевовида. Правильно подтверждать полученную модель экологических ниш. Дополнительно в другом же модуле, посвященном биоинформатике и анализу ДНК, вы научитесь строить филогенетические деревья, стандартизовать признаки и готовить совмещенные деревья, выполняя модульный эволюционный анализ в прогрессивных программных средах. Полученный результат в ходе освоения курса вы сможете применить в первую очередь в ваших курсовых дипломных работах, диссертационных исследованиях, магистратуре, ну а также выше. Вы можете заложить его в основу научных статей, в подготовку проектов, которые можете подавать на грант. Но кроме этого, те компетенции и те знания, которые вы получите в ходе освоения компьютерных технологий, лягут в основу вашей профессии. Будущее в первую очередь связано как с цифровыми технологиями, так и с геномными исследованиями, если мы говорим про биологию. Ну и смежные направления, о которых было сказано выше. Вы сможете обрабатывать большие данные, вы сможете правильно их стандартизовать, вы сможете готовить актуальные ГИС-карты и можете таксономически верно идентифицировать и реконструировать те объекты исследования. Объекты исследования являются вся жизнь, то есть все живые объекты, от тех, которые встречены в природе, до человека. При этом некоторые биологи могут стать преподавателями в школе и в университете. Для вас эти навыки также пригодятся, и те ресурсы, те коллекции, с которыми я вас познакомлю. Часть специалистов в дальнейшем будут работать в поле. Они будут работать на территориях, которые являются особо охраняемыми, и это направление природоохранной деятельности не может сейчас существовать без точных данных о местонахождении в видах, о правильной их обработке, о районировании той территории и прочих моментах, о которых будет сказано в курсе. Есть часть специалистов, которые посвятят свою жизнь работе в лаборатории. Обработка материала в генбанках послужит для вас хорошим навыком ориентирования в том материале, правильной подготовки этих данных, и вы также станете сами поставщиком этих данных в перспективе. Продолжение следует... Продолжение следует...